Трисмастер. Типовая история современного изобретателя. Часть третья. Поиск собственных идей. Итак, информационный поиск, который проводился главным образом в библиотеках, и на этот поиск ушло достаточно много времени, привел к выводу, что подходящих уровней меров неизвестно, нет их, не существует. Собственно говоря, к этому выводу можно было прийти, очевидно, можно было прийти, понимая, что создатели проекта АСУ, если бы такие уровни меры были, они бы, несомненно, были бы включены в проект АСУ-рудник. Но так как его не включили, то использовали вот такой вот косвенный метод оценки наполнения путем счета сосудов, которые загружают горную массу или которые выгружают горную массу из орудоспуска. Да и мои коллеги были опытные, мне говорили, что и не такие АСУ пытались решить эту задачу, но им это не удалось. Однако я был молодой, у меня было свободное время, и мне хотелось все же попытаться эту задачу решить. У меня было несколько, множество точнее попыток, вот одна из попыток, это использование тензометрических пленок. То есть я прочитал где-то в каком-то справочнике о таких чувствительных датчиках, тензометрических. Это пленочки, на которых наклеены полупроводниковые дорожки. И вот эта пленочка приклеится, допустим, к поверхности стола. И если стол нагружается или какое-то другое тело нагружается, деформируется, то пленочка растягивается, меняются ее электрические параметры. И таким образом можно измерить очень чувствительные датчики. И они позволяют измерить маленькие деформации. Ну понятно, что эту пленочку не наклеишь на стенки рудоспуска, она будет создана. Поэтому идея возникала такая, пробурить скважину параллельно оси рудоспуска. И вот на этой же скважине наклеить эти пленочки. И затем измерять деформацию этой скважины, стенок скважины. И тем самым определять уровень наполнения. Ну логика здесь какая. То есть вот эта насыпная масса, она давит на стенки рудоспуска. Они деформируются. И соответственно эту деформацию можно измерить с помощью тензодатчиков чувствительных. Но физически вот это вот расстояние от скважины до стенок рудоспуска, физически можно, нельзя было сделать ближе 3-5 метров. То есть скважину ближе не пробуришь. И вот у меня было сомнение о том, что почувствуют ли эти датчики вот эту деформацию. Если тут скала 3-5 метров, у меня были большие сомнения. И несмотря на то, что я пытался каким-то образом, значит, все же оценить реализуемость этой идеи. Однако в конце концов пришлось с ней расстаться. Тем более, что все равно таких тензометрических датчиков у меня не было. Вот скважина, пробурение скважины это достаточно дорогостоящие удовольствия. И таким образом пришлось от этой идеи, несмотря на то, что я потратил на нее достаточно много времени, тут же такие вопросы всплывают. Как устанавливать эти датчики тензометрические, как их приклеивать, как, так сказать, их обрабатывать сигналы и так далее, и так далее. Пришлось от этой идеи отказаться. Ну, анализ уровнемеров стандартных. Многие были отвергнуты из-за того, что элементы этих уровнемеров должны были располагаться, значит, в полости рудоспуска. Вот, а там бы, значит, они были бы разбиты падающими камнями. И вот, значит, однажды я встретил очень интересный тип уровнемера. Спускает в бункер цепи. Вот. И, как говорится, взвешивает незащемленную часть этой цепи. Ну, и в зависимости от того, какая длина незащемленной части цепи, здесь вот стоит механизм, который приотпускает, так сказать, цепь и натягивает, ослабевает, дает ослабеть и так далее. Таким образом можно взвешивать эту незащемленную часть цепи. Вот. Но, значит, ясно, что цепь тоже будет разбита, но вот можно взять такую мощную цепь, например, якорную цепь, и вот она неверняка выдержит эти удары камней. И вот возникла такая идея. То есть вот здесь вот под решеточкой грохочения устанавливается механизм, который совершает вращательно-колебательные движения. То есть вращение в одну сторону, потом противоположно в другую сторону. И тогда звенья цепи относительно друг друга поворачиваются, и тогда общий угол закрутки будет зависеть от длины незащемленной части. И вот таким образом можно будет измерять эту цепь, измерять высоту наполнения. То есть сколько у нас высота незащемленной части цепи. И вот это вот, как говорится, я был уверен в том, что камнями, так сказать, эту цепь не разобьет. Это уже хорошо. Конечно, возникали проблемы, как установить вот этот механизм, как от него отвести провода для передачи сигналов. Вот. Одним словом, это было не очень удачное решение. Ну и потом самый главный аргумент. А если цепь все же рухнет, оборвется вот в этом месте, так сказать, в этом креплении этого звена и рухнет. Рухнет и возникнет аварийная ситуация, потому что эта цепь перекроет истечение руды из рудоспуска. Кто ее сможет потом вытащить? И каким образом эту аварию можно будет устранить? То есть было страшно выходить, допустим, на горняков, с предложением провести испытание этой идеи. И несмотря на то, что вот как бы такой уж элемент, как якорная цепь, наверняка бы выдержала удары, пришлось все же от этой идеи отказаться. На складе рудника мне попалась на глаза резино-тросовая конвейерная лента. Толщина ее была порядка 10 сантиметров. Конструкция внутри нее была расположена ряд стальных тросов. И, значит, она с двух сторон, значит, это мощное резиновое покрытие. Вот я увидел эту впечатляющую конвейерную ленту, и сразу возникла в голове новая идея. Значит, я был уверен, что такая резино-тросовая лента выдержит удары камней падающих. И вот такая возникла идея. Значит, вот рудоспуск подвешивается вдоль нижней части рудоспуска. Подвешивается эта резино-тросовая лента. И делается наклонная скважина, через которую электрический кабель подводится к внутренним тросам ленты. Значит, как работать должна была эта система? Значит, когда заполняется рудоспуск горной массы, то эта масса давит, издавливает ленту и тем самым деформирует эту ленту. И тросики расходятся относительно друг друга. Тем самым меняется их электрическая емкость. То есть, параллельная троса расположена в резине, то есть, диэлектрическом материале. И это просто элементарный конденсатор. Значит, можно тем самым будет при деформации изменяться электрическая емкость этого конденсатора. И в зависимости от того, какая часть ленты будет деформирована, будет меняться, значит, будет измеряться эта электрическая емкость. И таким образом можно связать наполнение рудоспуска и его электрический сигнал. Ну, а здесь какой-то прибор уже в выработке, который будет определять наполнение рудоспуска. Вот такая идея возникла. Я долго очень с ней носился. Я своего начальника Валерия Федоровича убеждал. И он, собственно говоря, ему нравилась эта идея. И он даже предложил мне уговорить горняков на проведение таких экспериментов. Но пришлось с этой идеей расстаться. То же самое, потому что внутри возникли сомнения. А что, если, допустим, в этом месте оборвется это крепление этой ленты. И она опять же оборвется и перекроет рудоспуск. И это аварийная ситуация. Кто ее потом, этот рудоспуск, значит, освободит от этой ленты. Кроме того, все равно износ резины будет происходить падающими ударами камней. Вот. И сколько времени она прослужит, эта лента, то же самое было непонятно. Одним словом, эта идея тоже была отвергнута. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Престил один вариант, достаточно долго я обдумывал. Это установка датчиков давления в нижней части рудоспуска. От высоты столбы наполнения, от количества руды в рудоспуске, это давление бы менялось. Но я уже говорил о том, что образуется так называемое сводообразование горной массы в рудоспуске. И вот эта зависимость имеет вот такой нелинейный характер. То есть, вначале давление будет расти, а потом наполнение будет увеличиваться, а давление будет в нижней части. А, значит, ну, меняться практически не будет. Ну и кроме того, в нижней части, значит, происходит отпалка. То есть, при ликвидации зависания, вот допустим, здесь вот зависание произошло горной массы, значит, вот в нижней части подают на шесте взрывчатку, и вот здесь производят взрывы. Значит, вот эти датчики, они могут быть повреждены. Пришлось от этого варианта тоже отказаться, но я долгое время, так сказать, пытался этот вариант каким-то образом представить его реализуемым. Поиски и попытки, значит, найти решение напоминали какой-то круговорот. Я отбрасывал некоторые идеи, затем снова возвращался к этим идеям через некоторое время. Вот. И мне это надоело в некоторый, значит, период, и я решил устранить все компромиссы. Я задался вопросом, где категорически, без сомнения, можно ставить элементы уровнемера, и это будет надежно. Стало ясно, что нельзя ставить элементы уровнемера в верхней части над рудоспуском. Здесь все будет разрушено, нужно будет переносить эти элементы, разрушено взрывом. Нельзя элементы ставить внутри рудоспуска, даже если это будут сверхпрочные какие-то элементы. Нельзя ставить в нижней части рудоспуска, значит, никакие элементы. И, собственно говоря, осталось только один вариант, где можно ставить безопасные элементы уровнемера. Это вот рядом с рудоспуском, значит, в этих местах, рядом рудоспуском в пародии. Из того, что я уже проходил, было всего лишь два варианта установки элементов уровнемера вот в этой безопасной части, значит, безопасной части пространства вокруг рудоспуска. Это вариант с тензометрическими датчиками в скважине. И вариант акустического уровнемера, где, собственно говоря, сейсмоприемники тоже здесь могут сказать и так далее. После того, как я запретил себе, мысленно, конечно, размещать элементы уровнемера в места, где они могут, эти элементы, подвергаться риску разрушения, это внутри рудоспуска, над рудоспуском и под рудоспуском. Остались только два варианта, которые дальше можно было рассматривать. Это вариант скважинного размещения тензодатчиков в скважине нараудаления 3-5 метров и вариант с измерением шумов рудоспуска с помощью микрофонов. И однажды я ложился спать, вот, как обычно по инерции у меня всплыли в голове эти два варианта. Значит, я склонялся к скважинному варианту с тензодатчиками. Вот, представлял себе, как накопленная горная масса давит на стенки рудоспуска, значит, на породу точнее вокруг рудоспуска, она деформируется, и вот датчики, тензодатчики выдают какой-то сигнал. Но были сомнения то, что, значит, эти сигналы можно будет выделить, что они достаточно большие. В общем, я себе представил, что вот это давление на стенки это входной сигнал, а здесь получился выходной сигнал, и вот этот преобразователь, к сожалению, не очень чувствительный. Вот. И вот я себе задался вопросом, а что, если бы вместо тензодатчиков здесь стояли бы микрофоны? Ведь звук через скалу передается очень хорошо. И вот у меня в голове начал появляться вариант, и я понял, что я задачу решил. Вот это решение. Значит, вот в скважине пробурены параллельно рудоспуску, устанавливаются через одинаковое расстояние сейсмоприемники, которые воспринимают вибрацию в скале. Значит, падающие удары руды или горной массы создают, вот в этом месте происходит удар, и распространяется от этого тяга упругие колебания, достигая этих датчиков. Естественно, чем больше расстояние, чем дальше расстояние, тем слабее сигнал. Дальше одновременно сравниваются сигналы от всех каналов, и выделяется тот канал, сигнал которого будет максимальный. Таким образом, можно будет, зная расположение датчика в скважине, можно сказать, какое расположение, где находится уровень руды. И вот такая идея меня всплыла во время вот этого перед сном. Я, естественно, уже понял, что я решил эту задачу. Вот. И я уже спать уже не мог. Я уже прикидывал, на каком расстоянии можно эту скважину, с каким шагом расположить эти датчики, какие частоты у этих сигналов и так далее, и так далее. В чем плюс этой идеи по сравнению с прототипом? Неважно, какой удар будет, большой камень упадет или песочек посыпется, показания этого уровня вера не изменятся. То есть, все равно будет самый сильный сигнал на выходе того датчика, который расположен ближе всего к рудоспуску, к поверхности, о которой ударяет падающая масса. Утром я пришел к отделу, и вот как бы я изложил свою идею. Вначале я изложил ее своему приятелю, с которым другу, так сказать, с которым мы вместе работали над этой темой, Славе. Но он мне как-то выслушал, сказал, у тебя ничего не получится. Я, в общем-то, обиделся, я пытался ему доказать, что все нормально, но он как бы не очень-то и слушал меня. И на этом, как бы, значит, мы с ним больше на эту тему не разговаривали. То есть, мы дружили, ходили вместе в тундру, вместе проводили праздники, но вот этой темы мы больше старались избегать. А дальше я позвонил начальнику лаборатории нашей, и сказал, что я нашел решение задачи. Вот. Ну, ему, начальнику Валерию Федоровичу Судакову, видно, мои все эти попытки, так сказать, решить, уже надоели изрядно. Вот он такой очень терпеливый был, и он слушал аргументы, значит, пытался как-то посеять сомнения в мои, в моих этих поисках. И, в общем, как говорится, он достаточно был терпеливый, и он предложил провести техническое совещание. Мне подготовиться и выступить перед, значит, группой ведущих специалистов для того, чтобы, значит, ну, вынести такую коллективную оценку. Я подготовился, подготовил доклад, вот некоторые листочки бумаги, некоторые расчеты прикидочные сделал. Вот. Естественно, точные расчеты сделать невозможно, потому что очень сложная картина. Здесь получается насыпная масса и твердая, так сказать, то есть, и потом рассеянный какой-то такой источник звука. В общем, мало, как говорится, о нем что-то было известно. Вот. И вот, в общем, собрались ведущие специалисты, начальники групп, руководители групп. И я приехал туда на этот технический совет. Я думаю, на самом деле, моему начальнику Валерию Сеяновичу надоели просто мои вот эти вот попытки, бесплодные, долгое время. И он думал, соберет ведущих специалистов и нанесет удар по моим попыткам. И на этом все прекратится. Я вот приехал, так сказать, я изложил свою идею, и она всем понравилась. Она всем понравилась, и, в общем, как бы сказали, давай, Сергей, значит, мы тебе поможем. Вот. Сколько тебе времени нужно для того, чтобы проверить свою идею? Ну, я впервые в жизни приступал к реализации, к проверке экспериментальной своей идеи новой. Я, естественно, не мог заранее сказать время. Ну, в общем, как бы договорились, что через полчаса, ой, через полгода, значит, мы уже будем проверять физически этот эксперимент. Значит, дали мне группу. Значит, в группу входил электрослесарь Игорек. Он должен был своими руками делать какие-то образцы для того, чтобы проводить эксперименты. Дальше радиоинженер Марья Борисовна. Она, эта женщина была с несносным характером. С ней никто не мог работаться в лаборатории. И вот мне ее дали для того, чтобы она мне какие-то там расчеты помогла делать, схемы электронные, вот, рассчитать и спаять. Вот. Дальше дали электрослесаря Галю. Это очень такой добросовестный, исполнительный человек. Вот. Но она, к сожалению, стремилась работать под землей, потому что нужно было ей много зарабатывать. А у меня вначале не было работы в подземных условиях. Вот. И поэтому пришлось ее отдать в другую группу. И фактически, так сказать, она уже никаким образом мне не помогала. Игорек. Вот несколько слов о нем охарактеризовать. Очень был электрослесарь. Ну, хорошей квалификацией. Он мог руками своими многие вещи делать. Вот. Но он был человеком с очень таким изобретательным мозгом, очень общительной, коммуникабельной. В общем, если, допустим, я ему рассказывал, какой-то эскиз надо сделать, вернее, по эскизу надо сделать какие-то устройства простейшие, он обязательно вносил что-то свое. Иногда это действительно были удачные поправки. Вот. Затем он убегал куда-нибудь для того, чтобы достать каких-то материалов. Пропадал. Потом возвращался и рассказывал, каких интересных людей он встретил. Вот. И вот такой вот он был достаточно шебутной, достаточно неспокойный. Но, повторяю, он загорелся желанием мне помочь и действительно достаточно активно помогал. Ну, и, как говорится, вот такая группа была создана для того, чтобы мне оказать помощь во внедрении этой идеи. То есть в ее физической, практической реализации. Продолжение следует...